Здравствуйте! В эфире воскресная программа «Итоги недели» и я ее ведущий Амир Кедрасов. 26 сентября управленческая команда города Кумертау, возглавляемая главой администрации Борисом Беляевым и в составе заместителя министра экономического развития республики Татьяны Штоль, представителя городообразующего предприятия КубАПП Олега Фролова и представителя предпринимательского сообщества города Константина Кашникова на завершающем пятом этапе обучения по специальной программе моногородов защитили стратегию развития города Кумертау перед первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Игорем Шуваловым, заместителем председателя Внешэкономбанка Ирины Макеевой, директором фонда развития моногородов Ильей Кривоговым и руководством школы Сколково. Напомню, в течение четырех месяцев управленческая команда проходила обучение в Московской бизнес-школе Сколково. Итогом пяти модулей обучения стало создание стратегии развития моногорода Кумертау. Защита стратегии развития моногорода – это обязательное условие для получения статуса территории социально-экономического развития, который Кумертау получит после подписания постановления правительства Российской Федерации. В минувший четверг в городском отделе управления службы судебных приставов состоялось совещание в какой-то степени итоговое. Коллектив подводил итоги деятельности под началом Зарифа Байгускарова, который теперь переходит на службу в Государственную Думу. На совещании были рассмотрены темы выполнения плановых прогнозных значений, установленных ФССП России, и статистические данные за год по выявлению административных нарушений и уголовных дел. По республике у нас в этом году поступило на 229 тысяч производств больше, ну и окончено на 229 тысяч больше, чем в прошлом году. То есть, в принципе, у нас идет динамика положительная, идет проз окончания исполнительных производств. У нас она выше среднероссийского уровня, то есть мы, Республика Башкорстан, управление работает лучше, чем среднероссий. Специалисты службы управления судебных приставов посетили Кумертауский филиал с целью проверки выполнения указанных показателей, а также для оказания практической и методической помощи сотрудникам отдела, совместного изучения нормативных документов, поступивших в аппарат управления. По статистике, Кумертауский городской отдел средним показателем у нас за 8 месяцев, потому что 9 месяцев у нас уже не закончились, по основным показателям он выполнил. А также те показатели и те указания руководителя, которые были направлены и даны в течение 2016 года, в основном они у нас выполняются, в том числе и Кумертауским районным отделом. В завершении встречи были обсуждены варианты устранения недостатков, выявленных в рамках проведенной проверки. Главный судебный пристав Зариф Буйгускаров, являющийся также депутатом Государственной Думы от Башкортостана, планирует не только помочь улучшить систему работы службы судебных приставов, но также принять активное участие в социальной деятельности других городских сфер. Имеется указ президента Российской Федерации о праздновании столетия образования Башкистской автономной Советы Советской Республики, и к этому, так и знаменитой дате, приручено постоянно объектов. Я обращался к руководству Республики Башкорстан, чтобы помочь городу Кумертау построить детский сад поселком Маячном, у нас 150 мест, почти на 100 миллионов рублей. Ну и было получено, в общем-то, одобрение, что данный вопрос будет решен, будет оказана помощь городу Кумертау в строительстве данного детского сада. Я думаю, что это будет такая большая помощь городу Кумертау, его жителям, если это будет такой детский сад современный. Гульнас Филатова, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Молодежь – особая часть общества, которая находится на стадии становления, как социальной, так и возрастной. В плане трудоустройства молодежь также переходит в стадию определенного становления. Тем важнее работа по вовлечению этой группы в предпринимательство. Молодому человеку, разработавшему реальный проект, не нужно идти к работодателю. Он не только трудоустраивает себя, но и создает рабочие места для других. Малый бизнес – один из приоритетов экономического развития города, может стать хорошим полем для самореализации молодежи. 28 сентября в здании АРТ прошел семинар на тему автобус стартапов. В конференц-зале собрались студенты учебных заведений и уже состоявшиеся бизнесмены. Данный проект начался еще в прошлом году. И за это время семинары для начинающих бизнесменов состоялись в ряде городов республики. Основная цель данного семинара – популяризация предпринимательства. Наша задача – это подсказать начинающим, желающим предпринимателям, то есть либо те, кто уже начали заниматься, но еще, скажем, не уверены в своих силах, либо еще только те, кто планирует заняться деятельностью предпринимательской, подсказать, то есть как правильно развивать свой бизнес, как его правильно выстраивать. То есть, соответственно, те вопросы, которые мы сегодня будем рассматривать, это все, что связано с основами бизнеса. Мы сегодня будем говорить именно о тех преградах, которые могут столкнуться молодые предприниматели, как можно преодолеть эти преграды, как можно выбирать нишу, именно в которой можно развивать свой бизнес, как быть полезным для своих будущих потребителей. В частности, будем говорить о тех методах продвижения, одним из методов продвижения – это госзакупки. Ну и я в том числе расскажу как раз немного о маркетинге, о методах продвижения, своей продукции и услуг. К сожалению, в последнее время предпринимателями мало кто хочет стать. По словам бизнес-тренеров, большое количество молодежи желает стать чиновниками. Сейчас просто предпринимателям достаточно сложно, то есть высокий уровень конкуренции. Мало того, что не секрет, что большое количество административных преград существует, чтобы быть предпринимателем. Очень много фискальных органов, которые курируют предпринимательства. Сейчас, конечно, новые законы вводят, которые облегчают предпринимателей, но, мне кажется, еще недостаточно. Кроме начинающих бизнесменов, на семинаре присутствовали и опытные предприниматели, которые с радостью приходят на подобные семинары. По словам уже состоявшихся коммерсантов, такие мероприятия просто необходимы. У любого предпринимателя на цель какая-то – получить информацию. Для нас информация – это деньги же. И просто пообщаться с коллегами, узнать что-то новое. Трудно начинать что-то новое. Очень тяжело идет. Могу сказать на своем примере, я тут занимаюсь подбором автоэмали. Купил оборудование. Выяснилось, что он купил хорошее, дорогое оборудование. Выяснилось, что потребность у него в таких услугах нет. Пришлось купить более бюджетный вариант такого же оборудования. Сейчас вот работаем. Работаем, выявил потребность в других услугах. Но опять, если это хорошо развито в Уфе, в Саритамаке, часто бывают в Казани, в Оренбурге. У нас народ по северам. То есть тяжело что-то начинать. И вот поэтому многих, наверное, руки опускаются. Проект автобуса стартапов продлится два дня. Во второй день занятия приедет обучающий центр, который очень подробно расскажет о развитии и расширении сбыта продвижения продукции. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Сплошной ремонт дорожного полотна в Кумертау близится к своему завершению. Напомню, в этом году муниципалитетам было запланировано отремонтировать более 10 километров дорог. Сейчас работы ведутся по улице Шоссейной. Шоссейная – одна из основных улиц Кумертау, располагающаяся на наиболее оживленном въезде в город. Поэтому она, можно сказать, формирует первое и немаловажное впечатление о городском дорожном хозяйстве. Кроме того, ее протяженность составляет более 4 километров, и в этом году планируется заасфальтировать этот участок полностью. Из-за активного транспортного потока асфальтируемый участок дороги был перекрыт частично. По словам руководителей ремонтных бригад, работы выполняются строго по техническим нормативам, и независимый Центр дорожной экспертизы по завершении проверяет качество их выполнения. Вместе с тем проделанный ремонт могут оценить и неофициальные эксперты – городские автолюбители. Здесь вот хорошие дороги, да, я ничего не скажу. А там уже вот в Питках, перед мостом, спускающиеся с горы, когда уже сразу волны все, это же выбьет дорогу. На Шоссейной нормальная дорога, вот в Питки нехорошая дорога, но там делают дорогу, надо же понимать это все. Не так просто взял и сделал. Она стоит денег. На сегодняшний день завершен сплошной ремонт дорог центральных перекрестков города, путепроводов 60 лет БАЭССР и Пушкина, а также участков улиц Вокзальная и Шоссейная. В скором времени организации «Башкировтодор» планируется ремонт дорожных полотен по улице Салавата, от улицы Гафури до Логовая, а также по улице Карла Маркса, от мечети до улицы Достоевского. А вот соответствует ли требованиям качество дорог? В Кумертау начаты испытания асфальтобетонного покрытия на отремонтированных в этом году улицах. Проверку проводят специалисты независимого центра дорожной экспертизы. Для исследования был взят образец прямо на проезжей части. Уже в лабораторных условиях будет замеряться толщина покрытия, его плотность и качество состава. Что же делается на участке дороги по улице Советской? Внимание проезжающих здесь в пятницу автолюбителей и проходивших пешеходов привлекли проводимые работы. Работники дорожной службы производили вырубку асфальта. Все дело в том, что улица асфальтировалась одной из первых этим летом. И сегодня независимый центр дорожной экспертизы выбрал этот участок для проверки качества асфальтобетонного покрытия. Вырубленный кусок асфальта будет направлен в Уфимский центр для лабораторного контроля. Специалисты замерят толщину покрытия, его плотность и следует качество состава. Технология укладки асфальтобетона. Проводится измерение параметров автомобильной дороги. На данный момент отбираем пробы на дальнейшем испытании асфальтобетонных проб в лаборатории. Там будут испытываться физико-механические свойства. Результаты экспертизы будут известны в течение нескольких дней и переданы заказчику. В данном случае администрации. В свою очередь работники железнодорожной службы уверяют, трудились на совесть. Так что за свою работу спокойны. Айгуль Мухаммедшин и Ярослав Кондратьев. Новости. Ученым советом Кумертауфского филиала УГУ учреждена стипендия студентам, достигшим высоких результатов в учебной, научной, общественной, культурно-массовой, спортивной деятельности. 29 сентября в торжественной обстановке состоялось вручение сертификатов на получение именных стипендий. На очередном заседании ученого совета Кумертауфского филиала Оренбургского госуниверситета подвели итоги за прошлый учебный год. А они значительны. Это участие и победы на молодежных форумах, конкурсах, соревнованиях. Таких как региональный образовательный форум «Смарт-Тау», форум Приволжского федерального округа Иволга, второй международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС» и ШОС, секции «Молодежное предпринимательство», форум «Территория смыслов на Клязьме», чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills, фестиваль «Студенческая осень», конкурс творчества молодых и другие. И все это стало возможным благодаря активной работе студентов и преподавателей, наиболее отличившиеся отмечены на разных уровнях. Так, на торжественном мероприятии поздравление принимал заведующий кафедрой электроснабжения промышленных предприятий Сергей Федоров. Ему присуждена ученая степень, кандидата наук. В рамках форума «Уралстройиндустрия» проект, разработанный на кафедре городского строительства и хозяйства, удостоен кубка и диплома второй степени в номинации «Профессиональное образование в строительстве». Награда вручена исполняющему обязанности заведующего кафедрой Ольге Рахимовой. За выдающиеся способности в учебной и научной деятельности студент филиала Никита Козлюк удостоен стипендии правительства Российской Федерации в размере 5000 рублей в месяц. Именную стипендию ученого совета Кумертаутского филиала Оренбургского госуниверситета в размере 3000 рублей будут получать студенты, отличившиеся в учебной и научной работе, культурно-массовой и общественной деятельности в спорте. Ребята прошли конкурсный отбор среди всего студенчества нашего филиала и получили такое достойное право быть отмеченными и получать в течение всего года вот такую замечательную материальную поддержку и продолжить свое участие в различных творческих, спортивных, научных мероприятиях. Среди награжденных Денис Назаров. Денис является капитаном команды КВН по ГОСТу, ставший победителем турнира на кубок ректора АГУ, главный актер театральной студии филиала, занявший первые и вторые места в фестивале творчества молодых, солист танцевальной студии. Если честно, это неожиданная информация для меня была, когда мне сказали, что будут награждать сертификатом на стипендию ученого совета. Я немножко растерялся, но потом мне объяснили, за какие заслуги будут награждать. И да, это для меня, наверное, большая ответственность, что я являюсь капитаном команды КВН и хочу дальше, наверное, развивать. На церемонию награждения приглашены и родители студентов. Ректор филиала, доктор педагогических наук, профессор Валерий Онищенко поблагодарил каждого из них за достойное воспитание детей. Я чувствую восхищение. Во-первых, АГУ замечательный филиал, который воспитывает и дает возможность детям проявить себя. Но мы вместе с мужем, с Назаром Юнировичем, воспитались замечательного ребенка, который проявил себя. Вместе с родителями награду получал и Семен Власов. В 2015-м он стал победителем регионального этапа чемпионата России профессионального мастерства по стандартам WorldSkills и был удостоен диплома и медали. С нашего филиала выезжал первый на соревнования WorldSkills по автомобилям и автомобильному хозяйству от кафедры нашей, от УГУ. Ответственность после этого мероприятия, конечно, очень большая теперь у меня. Сейчас будет дальнейшая, наверное, опять поездка в Оренбург туда же для этого же соревнования. Персональной стипендии удостоена и Татьяна Харитонова. Она выиграла грант в размере 30 и 100 тысяч рублей на реализацию проектов «Гончарная мастерская» и «Мастерская добра». Всего в этом учебном году стипендии ученого совета будут получать 10 студентов. Торжественное мероприятие завершилось выступлениями творческих коллективов филиала Оренбургского госуниверситета. А талантов здесь немало. В пятницу состоялась традиционная встреча главы администрации города Кумертау Бориса Беляева с активом Совета ветеранов. О чем говорили на встречу, узнавала наша съемочная группа. Встреча проходит накануне Дня пожилых людей, поэтому формат неофициальный. Разговор шел за чашкой чая. Вначале глава администрации Борис Беляев рассказал ветеранам о социально-экономическом положении Кумертау. В частности, о предстоящем получении статуса территории опережающего социально-экономического развития. 4 числа поедем в Москву опять, чтобы получать статус территории опережающего социально-экономического развития. Это для нас очень важный статус. Он дает нам возможность работать с крупным бизнесом, с крупными инвесторами. Борис Владимирович отметил, что инвесторам будет выгодно прийти в наш город, потому как ожидаются хорошие льготы по налогам и страховым платежам. И уже сегодня площадками, такими как здание бывшего машиностроительного завода «Искра» и профессионального училища номер 33, серьезно интересуются крупные бизнесмены. В случае успешного решения вопроса город получит новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет. Участники встречи не обошли стороной тему о состоянии градообразующего предприятия КомАПП, о нынешнем состоянии которого говорил председатель Совета ветеранов завода Олег Шевчук. По его словам, руководство предприятия делает все возможное для того, чтобы завод наращивал производство. О сокращениях, как это было в определенное время, вообще не может идти и речи. Работа идет полным ходом. У нас такого не было, чтобы модернизированные вообще испытания проходили по 20 часов. 20 часов налетать надо на каждую машину. Это вот К-27 и 9, 8 машин К-29. Вот сейчас сутками работаю. В то время, когда я руководил, когда-то был у руля производства, в то время вот так мы и работаем. Значит, по 12-14 часов. На встрече много говорилось и о планах на будущее. Это и благоустройство территории, строительство лыжероллерной трассы, облагораживание тропы здоровья, ход работ на ледовой арене, асфальтирование дорог и многое другое. Интересующие вопросы ветераны задавали в ходе беседы, но и обратились к главе администрации с некоторыми пожеланиями и рекомендациями. В пятницу в концертном зале Дома культуры «Рассвет» для представителей старшего поколения было организовано праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей. Этот день – день самых дорогих для нас людей – мам, пап, бабушек и дедушек. Для представителей старшего поколения городские ансамбли и исполнители подготовили праздничную музыкальную программу. Также для гостей мероприятия выступили детские коллективы штанцевальными и вокальными номерами. Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Артисты подарили присутствующим массу положительных эмоций. В этот вечер в концертном зале не было свободных мест. В такой прекрасный осенний день отмечается день мудрости, день опыта, день уважения к старшему поколению. И хотелось бы в этот день поздравить всех наших горожан, достигших этого зрелого, достойного, золотого возраста. Пожелать им крепкого здоровья, успехов, счастья, любви, семейного благополучия, спокойствия, уверенности в завтрашнем дне, чтобы они испытывали гордость за своих внуков и детей. Для нас ветераны, построившие город, всегда будут являться тем родительским домом, тем тылом, в который мы все периодически приходим и просим помощи, и напитываемся энергией, и спрашиваем совета. Поэтому хочется, чтобы это продолжалось всегда, и переемственность поколений никогда не останавливалась. Хочется также пожелать и молодым людям, чтобы они с большим уважением относились к старшему поколению, потому что все мы достигнем этого возраста, и все мы придем с каким-то результатом к нему. Поэтому как можно внимательнее и нежнее относиться ко всем окружающим нас людям, к старшим, пожилым, тем, кто, может быть, сейчас нуждается в самом главном – во внимании и в общении. Ежегодно 30 сентября православные христиане отмечают День памяти святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. По случаю памятной даты в Свято-Софийском храме села Ира в пятницу была отслужена божественная литургия. В честь праздника в храме была отслужена божественная литургия, а возглавил ее преосвященнейший владыка Николай. На праздничную службу приехали представители городской администрации, гости из городов Мелиус, Салават и Стерлитамак, а также казаки. Малый предел Свято-Софийского храма носит имя великомучениц веры, надежды, любови и их матери Софии. А первый камень был освящен и заложен владыкой Никоном, архиепископом Уфимским и Стерлитамакским. Этот храм восстанавливал мой тесть, архимандрит Николай. Будучи еще тогда просто Иреем Виталием, он начал восстанавливать данный храм, полностью с нуля восстановил его. А потом, по указу владыки, это стал Мархмариинский женский монастырь. Весь православный мир чтит память святых великомучениц, а их история является символом духовной стойкости и истинной веры, по сей день восхищая и воодушевляя людей. Святая София и ее дочери не скрывали своей веры во Христа и открыто исповедовали ее. Об этом было доложено императору Адриану, и он попытался убедить их принести жертву богине Артемиде. Но христианки оставались непреклонны даже после жестоких истязаний. На глазах у матери девушки были обезглавлены. С тех пор в этот день проводится служение в честь великомучениц. Для божественной литургии хором храма были разучены торжественные песнопения. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В этот день в своих молитвах люди, обращаясь к святым великомученицам, просят о мире и согласии между детьми и их родителями. В честь их памяти девочек называют именами Вера, Надежда, Любовь и София. Чтобы здоровым и сильным быть, нужно всем со спортом дружить. Именно под таким девизом проходил спортивный праздник физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейные». Что за соревнования и кто в них участвовал, смотрите в репортаже Константина Меркушева. Приветствующее! И за коррекция «Юбилейные» будет вселенной и милой. 30 сентября в здании физкультуры-оздоровительного комплекса «Юбилейный» состоялся спортивный фестиваль среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья. В этом году принять участие в состязании приехали спортсмены из Трелитамака, Милюдзе, Салавата и, конечно же, Умертау. Всего около 10 спортсменов состязали в спортивном празднике. Перед началом соревнований в адрес участников прозвучали напутственные слова. Представитель депутата Государственной Думы Риммы Баталовой Айдар Шеребкулов подчеркнул значимость проведения подобных мероприятий, отметив, что вице-президент Паралимпийского комитета России Римма Баталова уделяет большое внимание проведению спортивных фестивалей. Естественно, Римма Акбердин всегда уделяет огромнейшее внимание детям, молодежи и, конечно же, спорту высоких достижений, паралимпийским видам спорта. Проведение грандиозного фестиваля спорта проводилось регионально-общественным фондом молодости нации Республики Башкортостан. Надо сказать, что спортивный праздник выдался на славу. Участники изо всех сил поддерживали друг друга, демонстрируя при этом, что главное, зачем они приехали сюда, это участие и общение. Я думала, пробежала хорошо, думаю, жюри поддержит. Чтобы дети сами себя показали, чтобы все у них было хорошо, чтобы не сомневались в своих успехах. После заключительного забега призеры были награждены почетными грамотами, медалями и кубками. Этот спортивный фестиваль далеко не последний. По словам организаторов, подобные спортивные мероприятия планируют проводить и в других городах Республики. Эти соревнования проводятся уже не первый год. Площадка выбрана сегодня Кумертал. В принципе, Кумертал – очень хороший город, интересный администрация, реабилитационный центр. Пошли навстречу, поддержали проведение такого грандиозного мероприятия. И я думаю, что в последующем это тоже будет, наверное, традиционное мероприятие для этого города. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». С 22 сентября по 24 в Италии проходил чемпионат Европы по настольному теннису для слепых. Ему предшествовал чемпионат России, где наша кубертауская теннисистка Ильвина Насирова заняла первое место, после чего она смогла принять участие в соревнованиях, прошедших в Италии. Сборы перед чемпионатом проходили в течение 10 дней на территории Тверской области. По словам тренера Ильвины, условия на базе оказались недостаточно приспособленными для проведения тренировок. Отсутствовал тренажерный зал и бассейн. Но все для комфортного проживания спортсменов было организовано достойным образом. Тренировки проходили на чешском столе, так как в Европе играют именно на них и с более тяжелыми мячиками канадского производства. Поэтому нашим игрокам пришлось менять тактику игру, перестраивая ее под новые технические условия. В начале сборов мы, конечно, дня 2-3 ходили такие оглушенные, никак не могли понять, как же на этом столе играть, как этим мячиком играть. То есть, казалось бы, мячик по форме такой же, но он буквально там несколько грамм тяжелее. Тут же меняется техника, игра и тактика, и все-все остальное. Но вот к этой специфике более-менее привыкли. И тот, кто лучше всего адаптировался, тот и показал ему какой-то результат на чемпионате Европы. Вместе с Эльвиной Насировой в российскую сборную вошли спортсмены из городов Тверь и Ленинград. Теннисисты из 14 стран приняли участие в чемпионате. По словам нашей спортсменки, ей пришлось соперничать с участниками, играющими на более высоких скоростях, с лучшей обороной и в целом с превосходным уровнем подготовки. В командных играх я участвовала в первый раз, потому что на российских соревнованиях командных игр не проводится. Но это уже в дальнейших планах, конечно. В командных играх достаточно очень интересно играть, потому что не знаешь, против кого ты встанешь, против мальчика или против девочки. Все так неожиданно происходит. Несмотря на высокий уровень подготовки соперников и новые технические условия игры, Эльвине удалось выиграть в первый же день две игры из трех и в итоге попасть в десятку сильнейших спортсменов. Я заняла десятое место, попала в десятку лучших ракеток мира на данный чемпионат. Ну, очень сложно было играть. Ну, кого выиграло, те не обиделись. Цифровое телевидение наконец добралось и до Кумертау. Новую вышку в районе Пионерской горы возвели еще в прошлом году, однако раздавать сигнал она начала только в сентябре этого года. Теле и радиоканалы в цифровом качестве теперь можно поймать на обычную комнатную антенну. Подробности в нашем материале. Объявление. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью телерадиокомпания «Арис» реализует цифровые телевизионные приемники для просмотра 20 каналов эфирного цифрового телевидения без абонентской платы. Обращаться по адресу Парк культуры и отдыха имени Гагарина телерадиокомпания «Арис». Телефон 44424. Будущее в тестовом режиме наступило в Кумертау в середине сентября. Это объявление на радио «Арис» одно из важных знамений наступления эры цифрового телевидения в Кумертау. А этот нехитрый электронный прибор это наш проводник в мир четкой картинки без помех. 20 бесплатных телеканалов высокой четкости HD теперь неотъемлемая часть жизни кумертаусов. Для их приема большинству телевизоров необходима специальная цифровая приставка и обычная антенна. Есть и телевизоры с уже встроенным приемником, но сейчас это скорее редкость. Приставка ловит не только телевизионные, но и радиоканалы. Для переключения между ними хватает нескольких простых манипуляций. Все настраивается автоматически и довольно быстро, даже местное время. Одним из первых преимущества нового телевидения оценил Эльдар Якшибаев. До покупки цифровой приставки на комнатную антенну он худо-бедно принимал семь телеканалов. Выборочная комнатная антенна, но постоянно приходилось крутить антенну, настраивать там на каждый канал. А здесь я смотрю, очень красиво. Советую приобрести этот усилитель каналов и цифровое телевидение посмотреть. Но не пожалели? Нет. Я доволен. Первый. Россия 1 и 24. НТВ. Пятый канал Петербург. ТНТ. СТС, Карусель, Муз-ТВ и другие телеканалы попали в бесплатную раздачу новой цифровой вышки. Ее каркас в районе Пионерской горы подняли еще в прошлом году. Однако, чтобы она начала раздавать сигнал должным образом, потребовалось время. Сейчас это, можно сказать, типовой объект, построенный в рамках федеральной программы развития телерадиовещания. Данная вышка принимает каналы посредством спутниковых антенн, затем распределяет их на округу по технологии DVB-T2. Это цифровая технология наземного эфирного телевещания, которая заменяет текущую технологию Т и позволяет просматривать телеканалы первого мультиплекса в качестве HD. Цифровая вышка в Кумертауне первая и не последняя в республике. Только за сентябрь такие появились как минимум в пяти районах. Их вещание уже охватило 60% Башкортостана. Попасть же в большое сообщество цифрового зрителя очень просто. Достаточно приобрести специальную цифровую приставку и обычную антенну. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. Удачного начала новой рабочей недели. До встречи на телеканале АРИС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова